ребята всем привет хотел бы поделиться своим мнением по поводу того что произошло на тим гизе сам инцидент вообще конечно по поступающей информации здесь следующим выглядит она 28 вроде бы произошло гражданин иностранец разместил фотографию в социальных сетях где фотографии носил вот такой провокационный характер и якобы один из гражданских активистов я не буду называть имен и кто именно иностранец какой национальности чтобы не возбуждать наоборот я хочу умиротворение в этой ситуации вот некий гражданский активист казахстанец он обратился вроде бы прокуратуру но по поводу вот этой провокационной фотографии вот и была реакция стороны прокуратуры и вот руководитель компании вот это иностранные по моему это подрядная компания они уволили за это поведение данного иностранного гражданина который работал на этом предприятии вот а уже на следующий день 29 это уже произошло якобы ситуации выглядело уже следующим образом в отместку якобы вот эта компания начала ужесточать но можно сказать и дисциплину я так понял трудовую на данном предприятии вот и это в принципе спровоцировала вот этот весь конфликт и вообще ситуация у нас же в казахстане такая это любую искру дай у нас бочка под завязку набитая порохом и любая искра она может спровоцировать любое событие может сейчас проводиться спровоцировать ситуации взрывоопасной ситуации может спровоцировать вот к сожалению кто довел именно до такой степени в казахстане ситуацию это уже конечно вопрос к нашим властям вот и далее что произошло конечно все понеслось местные наши рабочие наши казахстанцы подняли поднялись и стали ну отстаивать свое свои интересы там поднялись ну конечно поводом была вот эта фотография вот но основа все таки я считаю это лежит в другой плоскости ну вы представляете да сколько получает зарплату наш казахстанец работы вот в нефтегазовом секторе и сколько получает иностранец какое обслуживание каких условиях они работают и в каких условиях работают наши вы понимаете само по себе вот это неравенство вызывает уже взрывоопасную ситуацию вот это тот порох который в принципе и детонировал именно 29 числа я так понял и понеслось я конечно не оправдываю то что вот было такое насилие очень жестоко я считаю пострадали люди по официальным данным якобы 30 человека оказались в больнице вот но сейчас официальные власти сообщает о том что ситуацию уже утихомирили но и якобы все нормально там вроде бы представитель власти даже пообещали что никаких судебных преследований не будет но остается только надеяться на это вот вообще я бы конечно посоветовал нашим властям это первое все-таки уравнять зарплаты зарплаты уравнять вот каждый должен получать именно по своей специальности по своему труду без либо какой дискриминации вот если в нефтегазовом секторе положен такой уровень зарплаты он рабочий должен получать такую зарплату вот и тогда будет все нормально и условия труда должны быть одинаковые должны быть независимые профсоюзы которые бы отстаивали интересы своего трудового класса в нефтегазовом секторе особо они были свободными власти не должна вмешиваться она должна позволить рабочим самим решать свои трудовые конфликты коллективно делегируя свой профсоюз чтобы он вел переговоры с работодателем и таким образом находили баланс интересов но когда власть вмешивается как это было уже на узенье как это было в актау когда вот не то что там сажали не то что там административные какие-то были взыскания да там людей сажают лидера профсоюза за то что они отстаивали интересы своих подопечных людей труда вот и тогда не нужно возле каждого рабочего ставить инспектор по труду от государства хотя это на деле и не происходит вот обычно когда реагируют инспектора по труду от департаментов трудов государственных органов только тогда когда ну что-то какой-то кипиш поднимается вот из этого вывода я могу сделать один что ситуация нестабильна очень нестабильно в казахстане и любое событие даже маломайское она может спровоцировать ну можно сказать решающие массовые движения протестные которые ну за которым последует смена власти вот и что интересно парадокс заключает в том что власть со своей стороны уничтожает институты гражданские институты вот те же профсоюзы и таким образом лишает их возможности саморегуляции возможности чтобы они коллективно отстаивали свои трудовые интересы вот и давая тем самым возможности накаляться ситуации и вот это накаливание ситуации в итоге может привести к смене этой же власти вот вы вообще там в аккарде сидящие вы думаете у вас есть там стратегии или нет вы когда запрещаете смирные митинги вы запрещаете право на объединение в том числе и профсоюзные вы понимаете к чему вы ведете ситуацию вот это вот мое мнение а вообще я за трудящихся за наших ребят которые там в тарао работают которые зарабатывают и начинают все-таки отстаивать свои права интересы самое главное вам надо объединяться профсоюзы и вместе сообща решать свои вот проблемы ну конечно без насилия это мое мнение в общем у кого есть что сказать по этому поводу оставляйте свои комментарии под видео будет интересно подискутировать на эту тему вот ну а кому ролик понравился ставьте лайк и подписывайтесь на канал всем пока